И в грудах толстых книг это были блюда, в которых мне, алчущему тебя, подносили вместо тебя солнце и луну, прекрасное создание твои, но только создание твои, не тебя самого и даже не первое создание твои. Первенство принадлежит духовным созданиям твоим, а не этим телесным, хотя они и светлые, находятся на небе. Я алкал и жаждал, однако, и не их первенствующих, а тебя самого истина, в которой нет изменения и ни тени перемены. Передо мной продолжали ставить эти блюда со сверкающими призраками. Лучше было, конечно, любить это солнце, существующее в действительности для нашего глаза, чем эти выдумки для души, обманутые глазами. И однако я ел эту пищу, думал, что ты здесь. Без удовольствия, правда, потому что я не чувствовал у себя на языке подлинного вкуса твоего. Тебя не было в этих пустых измышлениях, и я от них не насыщался, а больше истощался. Едва во сне совершенно напоминает еда, еду, которую ешь, бодрствуя, но она не питает спящих, потому что они спят. Эти вымыслы ничем не напоминали тебя, такого, какое сейчас говорил мне. Это были призраки, те мнимые тела, подлиннее которых эти настоящие тела, которые мы видим нашим плотским зрением, как на небе, так и на земле. Их видят животные и птицы, и с ними вместе и мы их видим. Они подлиннее, чем образы их, составленные нами. И опять-таки, эти образы подлиннее предположений, которые мы, исходя из них, начинаем строить о других телах, больших и бесконечных, но вообще не существующих. Я питался тогда этими бреднями и не мог напитаться. А ты, любовь моя, в котором немощь моя становится силой, ты не эти тела, которые мы видим, хотя они и на небе, и не те, которых мы там не видим, ибо ты создал те и другие, и не считаешь их среди высших твоих созданий. Насколько же ты далек от тех моих призраков, от тех призрачных тел, которых вообще не существует. Подлиннее их созданы нами образы существующих тел, а подлиннее этих образов сами тела. И однако они, не ты. И ты даже не душа оживляющая тела, которая лучше и подлиннее тел. Ты жизнь-душ, жизнь-жизнь, сама себя животворящая и неизменная жизнь души моей. Где же был ты тогда для меня и далеко ли? Я скитался вдали от тебя, и меня отогнали даже от стручков, которыми я кормил свиней. Насколько басни грамматиков и поэтов лучше, чем эти западни? Поэма в стихах о летящей Медее принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных, в виду пяти пещер мрака, которые вообще не существуют, но которые губят уверовавшего. Стихи и поэмы я отношу к настоящей пище. Если я декламировал стихи о летящей Медее, то я никогда не уверял в истинности самого события. Если я слушал такие стихи, я им не верил, а тому я поверил. Горе, горе, по каким ступеням свели меня в бездну адову, потому что, томясь поистине и не находя без нее покоя, я искал тебя, Боже мой. Я искал тебя, руководствуясь не разумом, которым ты захотел отличить меня от зверей, а руководствуясь телесными чувствами. Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих. Я натолкнулся на ту дерзкую и безрассудную женщину из соломоновой загадки, которая сидела в дверях на кресле и говорила, «Спокойно ешьте утаенный хлеб и пейте краденую вкусную воду». Она соблазнила меня, видя, что я живу вовне, завися от своего плотского зрения, и пережевывая пищу, которую она давала мне глотать. Я не знал другого того, что есть воистину, и меня словно толкалось считать остроумием поддакивание глупым обманщикам, когда они спрашивали меня, откуда зло, ограничен ли Бог телесной формой, есть ли у него волосы и ногти, можно ли считать праведными тех, которые имели одновременно по несколько жен, убивали детей и приносили в жертву животных. В своем невежестве я приходил от таких вопросов замешательства, и, уходя от истины, воображал, что иду прямо к ней. Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умоление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Что мог я тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть дух, у которого нет членов, простирающихся в длину и в ширину, и нет величины. Всякая величина в части своей меньше себя целой. А если она бесконечна, то в некоторой части своей ограниченной определенным пространством, она меньше бесконечности и не является всюду целой, как дух, как Бог. А что в нас есть, что делает нас подобными Богу, и почему в Писании про нас верно сказано, по образу Божию, это было мне совершенно неизвестно. И я не знал настоящей внутренней правды, которая судит не по обычаю, а по справедливейшему закону всемогущества Бога, определившему для отдельных стран и времен нравы и обычаи, соответствующие этим временам и странам, хотя сама она всегда во всяком месте и во всякое время одна и та же. По ней праведны и Авраам, и Исаак, и Яков, и Моисей, и Давид, и все те, кого восхвалили уста Господни. Неправедны они по суду людей, не понимающих, судящих от сегодняшнего дня и меряющих нравственность всего человечества, мерилом собственной нравственности. Так человек, незнакомый с тем, куда какие доспехи надевать, захотел бы прикрыть голову по ножам и обуться в шлем, а потом стал бы роптать на их непригодность. Другой возмутился бы тем, что в послеполуденные часы, объявленные праздником, ему не разрешается выставлять товар на продажу, когда утром это было разрешено. Третий увидит, что в одном доме какой-то раб возится с предметами, дотронулся до которых недозволено виночерпию, а за хлевом делается то, что запрещено перед столом, пришел бы в негодование, почему всем и повсюду не дозволено одно и то же, хотя тут и одно жилье, и одна рабская семья. Таковы и те люди, которые возмущаются, услышав, что в тот век праведникам разрешалось то, что в этом праведнику не разрешено. Одним Бог заповедал одно, другим другое, в соответствии с условиями времени. Но и те, и другие служили одной и той же правде. Так доспехи подходят тому же самому человеку, одни для одной части тела, другие для другой. В течение того же самого дня одним и тем же делом сейчас может заниматься, а через час уже нельзя. В той же самой усадьбе в одном углу разрешено и приказано делать то, что в другом праведливо запрещено и подлежит наказанию. Значит, правда бывает разной и меняется. Нет. Но время, которым она управляет, протекает разно. Это ведь время. Люди при своей коротковременной земной жизни не в состоянии согласовать условия жизни прежних веков и других народов, условия им неизвестных, с тем, что им известно. Когда дело касается одного человека, одного дня или дома, то тут они легко могут усмотреть, что подходит для какой части тела. Для какого часа, для какого отделения или лица. Там они оскорблены, тут согласны. Правды этого я тогда не понимал и не обращал на нее внимания. Она со всех сторон бросалась мне в глаза, а я ее и не видел. Я декламировал стихии, мне не дозволяло ставить любую стопу где угодно. В разных размерах это было по-разному, и в любом стихии для каждой стопы было свое место. Метрика, учившая меня стихосложению, содержала все эти правила одновременно и не была в одном случае одной, а в другом другой. А я не постигал, что добрые святые патриархи служили правде, включавшей в степени гораздо больше и более возвышенной одновременно все заповеди. Ничуть не меняясь, она только заповедует разным временам не все свои заповеди сразу, а каждому тому, что ему соответствует. И я слепой осуждал благочестивых патриархов, которые по велению и внушению Божией пользовались законами своего времени и возвещали по откровению Божие будущее. Разве когда-нибудь или где-нибудь было несправедливо любить Бога всем сердцем и всей душой и всем разумением и любить ближнего, как самого себя? И противоестественные грехи, например, Содомский, всегда и везде вызывали отвращение и считались заслуживающим наказанием. Если бы все народы предавали всему, то подпали бы осуждению по божественному закону за это преступление. Потому что Бог создал людей не для такого общения друг с другом. Тут нарушается общение, которое должно быть у нас с Богом. Потому что природа, которой он Создатель, оскверняется извращенной похотью. Нарушение людской нравственности, проступков следует избегать, считаясь с различными требованиями этой нравственности. Приходь гражданина или чужестранца не смеет нарушать общественного договора, укрепленного законом или обычаем государства или народа. Всякая часть, которая не согласуется с целым, безобразна. Если же Бог приказывает что-нибудь делать вопреки чьим бы то ни было нравом или установлением, то это должно быть сделано, хотя бы там никогда так не делали. Если эту заповедь забыли, она должна быть возобновлена. Если она не установлена, ее следует установить. Если царю в своем царстве дозволено отдавать приказания, которых ни до него никто, ни сам он раньше не отдавал, и повиновение ему не является действием против государства и общества, наоборот, именно неповиновение будет поступком противообщественным, ибо во всех людских обществах условлено повиноваться своему царю, то тем более надлежит, не ведая сомнения, подчиняться приказаниям Бога, царствующего над всем творением своим. Бог стоит над всем, ведь и в человеческом обществе большая власть поставляется над меньшей, и это последнее ей повинуется. Так же с преступлениями, когда жаждут нанести вред, обидев человека или причинив ему несправедливость, враг желает отомстить врагу, разбойник грабит путешественника, чтобы поживиться на чужой счет, страшного человека убивают, боясь от него беды. Бедняк богача из зависти, человек преуспевающий соперника из страха, что тот сравняется с ним, или от огорчения, что он уже ему равен. Из одного наслаждения чужой беды, примером служат зрители на гладиаторских играх, насмешники и издеватели. Все это побеги греха, которые пышно разрастаются от страсти первенствовать, видеть и наслаждаться. А владевает ли человеком одна из них две или все три разом? И жизнь проходит возле, в пренебрежении десятиструнной псалтирью. Десяти словием твоим в его трех и семи заповедях, Божий Вышний и сладостнейший. Но что значит проступки для тебя, который не может стать хуже? Какие преступления можно совершить против тебя, которому нельзя повредить? Ты наказываешь людей за то, что они совершают по отношению к себе самим. Даже греша перед тобой, они являются святотатцами перед душой своей, портя и извращая природу свою, которую ты создал благообразную. Неумеренно пользуясь дозволенным или горя противоестественным желаниям недозволенного. Уличенные в том, что неистовствуют против тебя в мыслях и в словах, они идут против вражна, порвавшись человеческим обществом. Они дерзко радуются своим замкнутым кружкам, и разрывы с людьми, завися от своих привязанностей и своей неприязни. И все это происходит, когда покидают тебя источник жизни, единый истинный Творец и правитель единого целого, и в личной гордости прилипляются к одной части, к мнимому единству. Смиренное благочестие – вот дорога, которая возвращается к тебе, и ты очищаешь нас от злых навыков, снисходишь к грехам исповедующихся, слышишь вопли оконных и разрешаешь нас от цепей, которые мы сами надели на себя. Но только если мы не воздвигаем против тебя орока лживой свободы, жадно стремясь получить больше, с риском упустить все, любя больше наше собственное, чем тебя, общее благо. Среди проступков, преступлений и столь многочисленных беззаконий имеются и грехи преуспевающих в добром. Справедливые судьи порицают их во имя закона о таком преуспеянии, но их валят как траву молодых сходов в надежде на хороший урожай. Есть некоторые действия, напоминающие проступок или преступления, и тем не менее это не грехи, потому что они не оскорбляют ни тебя, Господи Боже наш, ни общество. Человек, например, добыл для себя некоторые предметы, соответствующие и его образу жизни и времени, но может быть из страсти к приобретению, желая кого-то исправить, наказываясь его, пользуясь своей законной властью, но может быть из страсти причинить вред. Есть много поступков, на которые люди смотрят неодобрительно и которые одобрены свидетельством твоим. Много таких, которые люди хвалят и которые осуждены по свидетельству твоему. Разными бывает и видимость поступка, и чувство совершившего. И тайными бывает и видимость поступка, и чувство совершившего, и тайное сцепление обстоятельств. Когда же ты вдруг даешь заповедь непривычную и неожиданную, повелевающую делать даже то, что некогда тобой запрещалось, и временно держишь в тайне причину твоего повеления, хотя оно противоречит установлениям данного людского общества, кто усомнится, что его должно выполнить, ибо только то человеческое общество, которое служит тебе праведно? 10. Блаженны те, которые знают, что эти повеления отданы тобой, ибо все делается твоими служителями, дабы показать, что нужно в данный час и что в предвозвестие будущего. 10. Не зная этого, я смеялся над этими святыми слугами и пророками твоими. К чему привел этот смех? 11. Только к тому, что ты насмеялся надо мной. Постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры, например, в то, что винная ягода, когда ее срывает, и дерево, с которого она сорвана, плачет слезами, похожими на молоко. 12. Если какой-то святой съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой, преступной рукою, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вдыхая и рыгая ангелов, или вернее, частички божества. 13. Эти частички истинного и вышнего божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы святые избранники не освободили ее зубами и кишками. 14. И я жалко верил, что надо быть жалостливее к земным плодам, чем к людям, для которых они растут. 15. Если бы голодный, не манихей попросил есть, то, пожалуй, за каждый кусок стоило бы наказывать смертной казнью. 16. И ты простер руку твоей с высоты и извлек душу моей из этого глубокого мрака, когда мать моя верная твоя служанка оплакивала меня перед тобой больше, чем оплакивает матерь умерших детей. 17. Она видела мою смерть в силу своей веры и того духа, которым обладала от тебя. 18. И ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее и не презрел слез, потоками орошавших землю в каждом месте, где она молилась. 19. Ты услышал ее. Откуда в самом деле был тот сон, которым ты утешил ее настолько, что она согласилась жить со мною в одном доме и сидеть за одним столом? 20. В этом ведь было мне отказано из отвращения и ненависти к моему кощунственному заблуждению. 21. Ей приснилось, что она стоит на какой-то деревянной доске, и к ней подходит сияющий юноша, весело ей улыбаясь. 22. Она же в печали и сокрушена печалью. 23. Он спрашивает ее о причинах ее горести и ежедневных слез, причем с таким видом будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. 23. Она отвечает, что скорбит над моей гибелью. 24. Он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть. 25. Она увидит, что я буду там же, где и она. 26. Она посмотрела и увидела, что я стою рядом с ней на той же самой доске. 27. Откуда этот сон? 28. Разве ты не преклонил слуха своего к сердцу ее? 29. О, ты, благий всемогущий, который заботишься о каждом из нас так, словно он является единственным предметом твоей заботы, и обо всех так, как о каждом. 29. Почему, когда она рассказала мне это видение, и я попытался притянуть свое объяснение, скорее ей нечего отчаиваться в том, что она будет там же, где был я? 30. Она ответила сразу же, без всякого колебания, нет. 31. Мне ведь не было сказано, где он, там и ты, а где ты, там и он. 31. Исповедуясь тебе, Господи, насколько я могу припомнить, а я часто вспоминал и рассказывал об этом сне, 32. Этот ответ твой через мою неусыпно заботливую мать, то, что она не смутилась с моим лживым, но столь вероятным объяснением, 32. И сразу увидела то, что надо было увидеть, и чего я, разумеется, не видел до ее слов. 33. Все это потрясло меня даже больше, чем самый сон, в котором благочестивой женщине задолго вперед предсказана была будущая радость в утешении нынешней скорби. 34. Прошло еще десять лет, в течение которых я валялся в этой грязной бездне и во мраке лжи. 35. Часто пытался я встать и разбивался еще сильнее. 36. А между тем эта чистая вдова, благочестивая и скромная, такая, каких ты любишь, ободренная надеждою, но не умолчная в своем плаче и стенаниях, 36. Продолжала в часы всех своих молитв горевать обо мне перед тобой, Господи. 37. И пришли перед лицо твоей молитвы и ее, хотя ты и допустил еще, чтобы меня кружило и закружило в этой мгле. 38. Ты дал тем временем и другой ответ, который я держу в памяти. 39. Многое пропускаю, потому что тороплюсь перейти к тому, что настоятельно требует исповеди перед тобою, а многого я и не помню. 40. Другой ответ свой дал ты через твоего священнослужителя, одного епископа, скормленного церковью и начитанного в книгах твоих. 41. Когда мать моя упрашивала его удостоить меня своей беседы, опровергнуть мои заблуждения, отучить от зла и научить добру, он поступал так с людьми, которых находил достойными, 42. То он отказался, что было, насколько я сообразил впоследствии, конечно, разумно. 43. Он ответил, что я заупрямлюсь, потому что ересь для меня вновь. 44. Я горжусь ей и уже смутил многих неопытных людей некоторыми пустящими вопросами, как она сама ему рассказала, оставь его там и только молись за него Богу. 45. Он сам, читая, откроет какое-то заблуждение и какое великое нечестие. 45. И он тут же рассказал, что его мать соблазнили манихеи, и она еще мальчикам отдала его им, что он не только прочел все их книги, но даже их переписал, переписывал, и что ему открылось без всяких обсуждений и уговоров, как надо бежать от этой секты. 46. Он и бежал. 47. Когда он рассказал об этом, мать моя все-таки не успокоилась и продолжала еще больше настаивать, моляя, обливаясь слезами, чтобы он увиделся со мной и поговорил. 47. Тогда он с некоторым раздражением и досадой сказал, ступай, как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет. 48. В разговорах со мной она часто вспоминала, что приняла эти слова так, как будто они прозвучали ей с неба. 49. Книга четвертая. 50. В течение этих девяти лет, от девятнадцатого до двадцать восьмого года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других. 51. Обманывался и обманывал разными увлечениями своими, открыто обучением, которое зовется свободным, втайне тем, что носило обманное имя религии. 52. Там была гордость, здесь суеверие, и всюду пустота. 53. Там я гнался за пустой известностью, за рукоплесканиями в театре на стихотворных состязаниях, в борьбе ради венков из травы. 54. Там я увлекался бессмысленными зрелищами и безудержным разгулом. 55. Тут, стремясь очистить себя от этой грязи, подносил так называемым святым и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов для нашего освобождения. 56. И я был ревностным последователем всего этого и, соответственно, действовал с друзьями своими, совместно со мною и через меня обманутыми. 57. Пусть смеются надо мной гордецы, которых ты еще не поверг ниц и не поразил ради спасения их. 58. Боже мой, я все равно исповедую позор мой во славу Твою. 59. Позволь мне, молю Тебя, дай покружить сейчас памятью по всем кружным дорогам заблуждения моего, исхоженным мною, и принести Тебе жертву хвалы. 60. Что я без Тебя, как не вожак себе в пропасть? 61. Что я такое, когда мне хорошо, как не младенец сосущий молоко Твое и питающийся Тобой в пище и пребывающий вовек? 62. И что такое человек, любой человек, раз он человек? 63. Пусть же смеются над нами сильные и могущественные. Мы же нищие и убогие, да исповедуемся перед Тобою. 63. В эти годы я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал победоносную болтливость. 64. Я предпочитал, Ты знаешь это, Господи, иметь хороших учеников в том значении слова, в котором к ним прилагается «хороший», и бесхитростно учил их хитростям не за тем, чтобы они губили невинного, но чтобы порой вызволяли виновного. 64. Боже, Ты видел издали, что я едва держался на ногах на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой во время учительства своего обучал я любящих суету и ищущих обман. 65. Я сам их союзник и товарищ. 66. В эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным. 67. Я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях. 68. Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу. 69. Тут я на собственном опыте мог убедиться, какая разница существует между спокойным брачным союзом, заключенным только ради деторождения, и страстной любовной связью, при которой даже дитя рождается против желания, хотя родившись и заставляет себя любить. 69. Вспоминая еще, что однажды я решил выступить на состязании драматических поэтов, какой-то Гаруспик поручил спросить меня, сколько я заплачу ему за победу. 69. И я ответил, что это мерзкое колдовство мне ненавистное и отвратительное, и что если бы меня ожидал даже венец из нетленного золота, то я не позволю ради своей победы убить муху. 70. А он как раз и собирался убить и привести в жертву животных, рассчитывая, по-видимому, этими почестями склонить ко мне демонов. 71. Я отверг это зло не потому, что чтил святость Твою, Боже, сердце моего. 71. Я не умел ведь любить Тебя, только в телесной славе умел я представить Тебя. 72. Душа, вздыхающая по таким выдумкам, разве не распутничает вдали от Тебя? 73. Она верит в лжи и питает ветры. 74. Я, конечно, не хотел, чтобы за меня приносили жертву демонам, которым я сам приносил себя в жертву своим суеверием. 75. И что значит питать ветры, как не питать этих духов, то есть своими заблуждениями услаждать их и быть им потехой? 76. Продолжал я советоваться и с этими проходимцами, их называют математиками, ссылаясь на то, что они не приносят никаких жертв, 76. И не обращаются ни к одному духу с молитвами о своих предсказаниях. 77. Тем не менее христианское настоящее благочестие отвергает и вполне последовательно осуждает их деятельность. 78. Хорошо исповедоваться Тебе, Господи, и говорить «Смилуйся надо мною, излечи душу мою, потому что я согрешил перед Тобою». 79. Хорошо не злоупотреблять снисхождением Твоим, позволяя себе грешить и помнить Слово Господне. 80. Вот ты здоров, не греши больше, чтобы не случилось с Тобою чего хуже. 80. Это спасительное наставление, они ведь пытаются целиком уничтожить, говоря «Небом суждено Тебе неизбежно согрешить» или «Это сделала Венера или Сатурн или Марс». 81. Следовательно, если ни на человеке, ни на этой плоти крови, на гордой трухе вины нет, то винить следует Творца и Устроителя неба и светил. 81. А кто же это, как ни ты, Господь наш, сладостный исток справедливости, который воздаешь каждому по делам Его, и сердца сокрушенного и смиренного не презираешь? 82. Жил в это время человек острого ума, очень опытный и известный в своем деле врач, который в качестве проконсула своей рукой возложил в том состязании венец победителя на мою больную голову. 83. Тут он врачом не оказался. 84. В такой болезни селитель ты, который противишься гордым и смиренным, даешь благодать. 84. И разве не ты помог мне через этого старика, а разве ты оставил лечить душу мою? 85. Я ближе познакомился с ним и стал его прилежным и постоянным собеседником. 86. Речь его, оживленная мыслью, была безыскусственной, но приятной и важной. 86. Узнав из разговора со мной, что я увлекаюсь книгами астрологов, он с отеческой лаской стал уговаривать меня бросить их и не тратить зря на эти пустяки труда и забот, нужных для полезного дела. 86. Он рассказал мне, что он настолько изучил эту науку, что в юности хотел сделать ее своим насущным занятием. 87. Раз он понял Гиппократа, то уж, конечно, смог понять и эти книги. 87. Впоследствии, однако, он их бросил и занялся медициной единственно потому, что ясно увидел их совершенную лживость. 87. Человек порядочный, он не захотел зарабатывать свой хлеб обманом. 88. У тебя, добавил он, есть твоя риторика, которой ты можешь жить. 89. Этой же ложью ты занимаешься по доброй воле, а не по нужде, и должен верить мне тем более, что я постарался изучить ее в совершенстве, желая ее сделать единственным источником заработка. 89. Я спросил у него, по какой же причине многие их предсказания оказываются верны, и он ответил как мог, а именно, что это делается силой случая, всегда и всюду действующего в природе. 89. Если человеку, который гадает по книге поэта, занятого только своей темой и ставящего себе свои цели, часто выпадает стих, изумительно соответствующий его делу, 90. То можно ли удивляться, если человеческая душа по какому-то побуждению свыше, не отдавая себе отчета в том, что с ней происходит, 90. Изречет вовсе не по науке, а чисто случайно то, что согласуется с делами и обстоятельствами вопрошающего. 91. И тут ты позаботился обо мне, действуя в нем и через него. 92. В памяти моей ты оставил набросок того, что впоследствии я должен был искать уже сам. 93. Тогда же ни он, ни мой дорогой, ни Бридий, юноша, и очень хороший, и очень чистый, смеявшийся над предсказаниями такого рода, не могли убедить меня от них отказаться. 94. На меня больше действовал авторитет авторов этих книг, и в своих поисках я не нашел еще ни одного верного доказательства, 95. Которое недвусмысленно выявило бы, что верные ответы на заданные вопросы продиктованы судьбой или случайностью, а не наукой о наблюдении за звездами. 95. Исповедь Блаженного Августина. Книга 4. Часть 4.